Привет гостям и подписчикам моего канала! С вами Дема с обзором нового умного девайса. Снова этот девайс от суббренда компании Xiaomi. Называется он SmartMe 1S. Это нагреватель воздуха для квартиры, дома, дачи, который устраивается в систему умного дома. Давайте распакуем, потрогаем, пощупаем, подробно изучим все настройки, как этот настраивается девайс, как подключается к приложению Mi Home, какие у него есть фишки, как он работает в автомате, как им можно управлять удаленно. А впереди у нас конец зимы, отключат отопление и наступит межсезонье. Когда этот обогреватель будет для всех как раз кстати. Но прежде чем начать, я традиционно хочу сказать всем подписчикам, кто подписывается, оставляет комментарии, участвует в жизни канала, высказывает под каждым видео свое мнение. Огромное спасибо! Это большая помощь для развития канала, поэтому, пожалуйста, продолжайте дальше в таком же духе. А те, кто еще не присоединился, присоединяйтесь, буду рад видеть в числе своих подписчиков. Также, также, также хочу напомнить про розыгрыш, который идет у меня на канале. Разыгрываем мы. Вот такой, вот такой автомобильный пылесос. Очень классный обзор этого пылесоса и условия участия в конкурсе можно посмотреть вот в этом видео, которое всплывет вверху экрана. Так что присоединяйтесь в число подписчиков, участвуйте в конкурсе и выигрывайте этот пылесос. Все слова приветствия сказаны и мы начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штепсель у радиатора евро, поэтому никакие переходники вам не потребуются. Итак, врубаем. Включаем в розетку, нажимаем на кнопку включателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радиатор масляный, мощностью 2,2 кВт, весит он 5,6 кг, оснащен модулем Wi-Fi и работает в составе умного дома. Поэтому для управления необходимо скачать приложение Mi Home, у меня оно скачано. Для тех, у кого нет этого приложения, качаем его из Google Play для Android и App Store для iPhone. Проходим простую процедуру регистрации и вуаля, можно пользоваться. Теперь добавляем наш умный конвектор. Для этого в правом верхнем углу нажимаем на плюсик, выбираем конвектор, он уже появился в предложенном списке. Выбираем Wi-Fi сеть. Все, пошла автоматическая настройка устройства. Настройка завершена, включаем. Ползунком у станок температуры можно ее регулировать. Можно поставить 26, можно поменьше. Пошла жара! Ползунком отложенное выключение можно выбрать время, через которое выключится ваш обогреватель. Простым передвижением ползунка вы можете менять это время. И это время отражается на экране в левом нижнем углу. Если вам хочется более тонких настроек, дальше есть меню. Запланировано выключение-включение. Заходим в него. Выбираем, что мы хотим настроить, включение или выключение. Я настрою выключение. Выбираю периодичность. Настраиваю время. Теперь настрою включение. Выбираю периодичность. Настраиваю время. Два таймера на включение и на выключение установлены. Теперь посмотрим, как это сработает. Ждать не будем. Ускорим время. Итак, выключился. Итак, выключился. Включился. Однократные таймеры сработали и ползунки стали неактивными. Для того, чтобы их активировать, просто перетащите ползунок. Теперь настроим более сложный сценарий включения. Для этого выберем периодичность ежедневно. Выбираем не недели, когда будет включаться ваш конвектор. Дальше настраиваем время включения. Расписание включения готово. Теперь настроим расписание выключения. То есть выбираем периодичность. Тоже выбираем ежедневно. Выбираем дни недели, по которым он будет выключаться. Настраиваем время, когда будет выключаться наш конвектор. Сценарии включения и выключения готовы. Активируются они просто перетаскиванием ползунка. Можно активировать, можно выключить. Пройдемся по остальным настройкам. Ниже можно установить яркость дисплея. Ярко, средне или выключить. Также можно выключить звук оповещения перетаскиванием ползунка. Либо защиту от детей включить. Остальные пункты меню вызываются по нажатиям трех точек в правом верхнем углу. Здесь вот можно изменить имя вашего устройства. Дальше можно выбрать место, где будет находиться ваш конвектор. Дальше можете поделиться управлением с другим человеком. Или настроить автоматизацию. Очень интересная штука. Если у вас есть другие устройства умного дома, вы можете настроить совместную автоматизацию. Например, если пылесос закончил уборку, необходимо отправить уведомления. И различных вариантов автоматизации просто куча. Например, если у вас есть датчик двери гиркон, тоже из серии умного дома, то вы можете настроить включение или выключение конвектора по срабатыванию этого датчика. Сохраняем наш сценарий автоматизации. Информацию о срабатывании сценария можно посмотреть в отчетах. Дальше по пунктам меню можно проверить, есть ли обновление. Можно изучить раздел часто задаваемые вопросы. Можно изучить раздел юридической информации. Либо добавить эту программу на главный экран вашего устройства. В параметрах безопасности можете установить пароль для входа в приложение. посмотреть версию плагина либо удалить ваше устройство. Нам это не нужно. Итак, что я хочу сказать. Обогреватель отличный. Нагрел комнату буквально за считанные минуты. Стало невыносимо жарко. Я думаю, в межсезонье, когда отключат автопление, он будет меня спасать. По техническим характеристикам обогреватель масляный. 2,2 кВт. Весит он 5,8 кг. Оснащен Wi-Fi. С помощью Wi-Fi и интернета этим обогревателем можно управлять удаленно, находясь в другой стороне через интернет. Работает он по принципу, нагревая холодный воздух, который находится у пола, воздух нагреваясь, поднимается к потолку. То есть никаких принудительных вентиляторов в нем нет. Конвектор очень умный. Включается и выключается по расписанию. Можно настроить автоматизацию, что по какому-то событию из датчиков умного дома. Например, пылесос закончил работать, после этого включился конвектор. Или наоборот. То есть различные различные сценарии, как я уже показал в настройках, можно устанавливать по включению и выключению конвектора. Покупал я этот конвектор на Авито. Ссылочку приведу в описании. Кто хочет, можете перейти, ознакомиться. Короче, супер обогреватель. Так что всем рекомендую к покупке. Обогреватель бомба. Ну а у меня по обзору все. Всем пока. До свидания. До новых обзоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова